Ребята, всем привет! Новый влог! Я очень рада снимать для вас влоги! А вообще сегодня офигенный день, просто офигенный день, отличные новости, и я безумно счастлива. И сегодня мы поговорим как раз с вами о тех отличных новостях, которые я имею ввиду. Пока я вам расскажу, как прошел наш утро. Мы все встали, наконец-таки, я уже накрасилась. Не снимала вам, как крашусь, потому что, ну, что, каждый день одно и то же, да? Да, вот, прыщи мои, кстати, чуть-чуть, чуть-чуть. Прошли, я вчера сделала масочку, одну захватила из Москвы, она мне пригодилась. Ну, конечно, все равно, да, еще проблемы, но они получше стали. Сегодня у нас вообще какой план? А, я еще не успела причесаться, вот, я только накрасилась, кофе попила. Сейчас я хочу выйти на улицу с Вивьеной. Блин, ну что-то погода вообще. Хочу выйти на улицу с Вивьеной, немножко погулять вокруг дома хотя бы. Я не знаю, она вообще не ходит на улицу, меня это так бесит. Кто такое? Вивочка! Вива, пошли гулять. Вива, пошли гулять. Гулять пойдем. Пошли гулять. Гулять. Вот вы думаете, она такая, гулять, да, я же это знаю, я же это люблю. А потом она такая, подожди, ты имела в виду это? Сейчас скоро мы поедем к моему папе. Не знаю, я еще не смотрела, сколько до него ехать, но думаю, что не очень много. Самое интересное, что недавно они купили собаку, и я ее еще не видела. То есть я видела на фотках, но вживую еще не видела, и у них совсем маленькая собачка еще. Но собачка потом будет очень большая, поэтому сразу говорю. Не все у нас в семье покупают маленьких собачек. Очень интересно посмотреть, ну и, конечно, видеть своих братух, которые наверняка пипец как выросли. В общем, не знаю, насколько много я там буду снимать. Собачку-то точно сниму. Во-первых, по поводу пропускного режима. Все хорошо, потому что можно будет поехать на дачу, и такой пропуск можно будет выписать два раза в неделю. Это в интернете я увидела, прочитала, послушала. Вот, я думаю, что уже все в курсе, потому что это по телеку передавали, бла-бла-бла. Вот, и так что, да, с 15-го числа будет пропускная система официально, но оформлять можно будет пропуски уже с понедельника. Как раз мы это и сделаем в самое ближайшее время. А, или сейчас уже можно. Ну, короче, не знаю, посмотрим. Может, сегодня вечером уже начнем оформлять пропуск, типа, так называемый, обратно в Москву. Хотя 15-е, это что, это, по-моему, среда, а мы во вторник поедем в Москву. В общем, не знаю, сгоняем в Москву, потусим там два денечка, и потом, наверное, ну, два-три, не знаю, как нам захочется, и потом, наверное, вернемся на дачу. Вот. Пойдем гуляй, говорю. Что это в носу? Пошли гулять. Пойдем. Пойдем гулять. Вот, это хорошая новость, это хорошая новость. Потому что я переживала, что нельзя будет на дачу поехать. Но можно, на все ваше нельзя, я говорю, можно. Я с этих собачек просто не могу. Вчера мы прогулялись до мусорки, сегодня мы не пойдем до мусорки гулять. Вот так. Сейчас мама курточку узнает. Да ты чудо, ты чудо. Докатились. Приходится насильно собачек из дома выводить. Ммм, какой аромат свежестный. Давай, пописай. Погуляй. Можно по травке походить. А когда будет хорошая погода, вообще кай будет. Вон, солнышко выходит. Зайчик, давай в туалет сходи. Хватит дома писать. Кстати, она ходит на пеленку, если что. Мне хочется, чтобы она гуляла. Гуляй. Бегай, нюхай. Ой, начинается плак с Вивьем. Пошли. Пошли, пошли. Хватит ныть. Вивьем. Смотрите, какие тут деревушки. Это либо груши, либо яблони. Сильно не разбираюсь. Когда я постарею, буду здесь выращивать цветы, огурцы, помидоры. Иди-иди, гуляй. Ну, пописай хоть разок, чтобы мама порадовалась. Ребята, мы уже едем к папе, моему гостю на дачу. Вот нам 15 минут ехать, а всего там было что-то 23 минуты, 25 минут. Дорога пустая, прекрасная погода. Ну, как бы прохладно, но солнышко светит, небо чистое, глаз радуется. Взяли с собой Вивьену. Вот, потом на обратном пути нам нужно будет заехать на заправку, возьмем классный кофе и еще заехать в продуктовый магазин. Вот такие вот у нас новости, вот такие вот у нас дела. Итак, мы приехали к папе. Привет. Привет. Это твоя собачка. Смотри, у нас двоих, смотри, у нас собачка. По старшинству, видишь? Я волнуюсь. Что с ними будет? Юлечка, ты боишься? Он маленький совсем. Ха, какой хороший. А что за порода? Малинуа. Бельгийская овчарка. Не, ну нас что пожестче будет. Тихо, тихо, тихо. Я ее сожру, я ее сожру. Ладно, сейчас посмотрим. Хи-хи, привет. Кусается? Да нет, ничего. Ему два месяца всего. Такая морда мягкая. Вивь, смотри. Заходи. Голос. Жан, Жан, эй. Эй, дай лапу. Жан, сидеть. Сиди. Сидеть. Дай лапу. Молодец. А ты так можешь? Жан. Жан, Жан. 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 А что, наша тоже умеет. Наша только сидеть и лежать умеет. И танцевать. И танцевать. Смотрите, какая собака. Чего? Это видео. Миша, скажи привет. Я покажу. Это Миша. Но я не собираюсь. Мой самый младший брат. Дедушка говорит, что мы очень похожи с ним, когда я была маленькая. Вы похожи с Мишей в детстве? Вы похожи с Мишей в детстве. Да, я и говорю. Посмотрите на Мишу и представьте, что это я в детстве. Я вернулась в прошлое. Я что-то была. Я была. А то видео снималось. Точно. Вилла в шоке. Кто дураков смотрел? Это я. Ты? Миша? Я держу этого песеля, чтобы Вилочка спокойно гуляла. Зато ты не признаешься. Тима. Мини-интервью. Давай, ты где? Ты что, там играешь? В Майнкрафт? Да. Это Тима. Он постарше. Ну, рассказывай, веселая. Как на даче тебе живется? Нормально, да? Даче все очень круто. Гуляем супер с мамой. Отлично. У тебя тут есть друзья? Ну, есть, конечно. Только Миша твой друг? Не только Миша, но и соседский Саша. Ливочка. Сейчас мама возьмет тебе на ручки. Ой, нормально, я переоделась. Так намного легче. Если сейчас ты ее запустишь бесплатно. Это видео. Только крепко держи. О, вот это не Галантин. О, вот это не Галантин. Ребята, мы в магазине. Входим, продукты покупаем. Кстати, мы сейчас находимся в магазине, который раньше был каруселью, где мы с Кариной в блогах удачи тусовались тут. А сейчас это перекресток, короче. Прикиньте. Вот, от папы сразу заехали в магазин. И сейчас поедем домой. Кетчуп есть? Макароны есть? Ну, помнишь, мы из Италии привозили. Помнишь, мы из Италии привозили. Так, во. Ну-ка сюда. Или нам здесь ничего не надо? Народу вообще мало очень. Держим дистанцию. Масик. Ай, дай сюда, мой милый. Ведро взяла. Вот такую штучку новую, а то там вся драная уже. Молочко у нас есть. Но давай возьмем вот это чудо. А где ванильное? Ладно, парочку шоколадных. В общем, ребята, мы только вернулись домой. Уже на улице темно. После магазина накупили все. Сейчас будем все это раскладывать, разбирать. Еще я купила ведро, наконец-то. Потому что здесь вместо ведра тазик я только нашла. Хотя я, честно говоря, не искала ведро. Может, оно в подвале есть. В общем, что мы купили? Всякие вкусняшки, вино, муку. Контейнеры взяла, носков взяла. В общем, всякого. А, вот смотрите, что я взяла. Вот такую штучку новую, потому что здесь, посмотрите, какая драная. Сейчас мы ее заменим на вот эту красивую. Она и для кошечек, и для собачек. Да, Вивчик? Сейчас мы заменим эту старую. Вот, смотрите, как было. И вот как стало. Красота. Не правда ли? Вот, так вообще даже прям лучше вписалось, что это зеленый, какая-то с кошками такими-то, с мышками. А это и для кошечек, и для собачек. Виве нравится? Вива так сегодня устала. Она вообще сегодня описывалась от страха, когда собаку папину увидела. Да, мой хороший? И это я вам еще не рассказываю о том, что Вива накакала. А я не знала, что это сделала она. Сделала ее на руки. В итоге я вся была в какашках. Вот здесь отмывала. Футболка. Потом еще и Слава держала Виву на руках. В общем, мы сегодня все искупались в какашках. Классная была поездка. Слава тут выигрывает. Это в магазине дали, да? Да. Что ты уже выиграл, расскажи? Беспроводные наушники, the voice, одна штука, боже мой. Боже мой, ладно, а мы будем сейчас мыть продукты. Ура! Моя любимая. Огурцы, помидоры взяли, все такое. Я еще выиграла. Ох, честно говоря, я сегодня как-то устала прям даже. И блок, наверное, короткий получается, но я с вами еще не прощаюсь. В общем, ребята, какие новости. Сейчас уже почти 2 часа ночи, я еще не садилась за монтаж. У меня тут на кухне вообще веселуха. Все это сейчас мне нужно убрать, потому что только что к нам приходили... Да нет, не только что, уже не знаю сколько часов назад. К нам приходили наши друзья с ребеночком своим. И у них просто офигенный малыш. Он такой веселый. Ему год, ну, полтора года, так скажем, я не помню сколько месяцев. Мы решили остаться на даче до вторника. Сейчас я все это загружу в посудомойку, уберу. Будет кайф. Мы посидели классно. Вина попили, поболтали, поржали, за жизнь поболтали. В общем, офигенно посидели. Сейчас я все это уберу. Если вдруг у кого-то какие-то вопросы, типа, что за фигня, самоизоляция, бла-бла-бла. Наши друзья еще дольше на даче, чем вообще можно себе представить. Они уже давно на даче. Поэтому, то есть, ну, мы уверены в том, что все окей. Они нигде не гуляют, что они здоровы. Дай бог всем здоровечка. Но мы уверены в том, что наши друзья здоровы. Потому что недавно на даче, в самоизоляции. Вот. И мы тоже, как бы, ну, стараемся, да. Вот только в магазин, понятно, за продуктами. Необходимо. И то, что... В общем, сейчас я тут все уберу. И потом не знаю, что буду делать. Смонтирую видос. Сегодня я мыть голову не буду. Вчера я ее помыла. Мы сегодня много чего классного купили в магазине. Для дачи тоже. В общем, мы решили. У нас такой план. Во вторник мы поедем в Москву. То есть, получается, послезавтра. На пару денечков. Посмотрим, как там вообще карта ляжет. Я, честно говоря, настолько привыкла уже на дачах. Хотя, сколько мы здесь, два дня, не знаю. Но я уже так привыкла. Мне тут очень нравится. Просто так классно. Ну, большой дом. Куча места, где можно походить, погулять. Единственное, что я еще не готовила здесь на плите. Поэтому завтра мне это предстоит. Поскольку сегодня мы доедали шашлык. Были в гостях у моего папы. Покушали там бабушкиных пельменей офигенских. В общем, сейчас я загружу посуду в посудомойку. Кайф, что у нас здесь есть. Потому что я в Москве, сами знаете, посуду не мою. У меня там тоже есть посудомойка. Это очень удобно. Конечно же. Вот. Сейчас тут все уберу. Вот. Вообще так нравится. Свежий воздух. Я не знаю. Я прям такой кайф ловлю от этого. Я просто... Не знаю. Наверное, время пришло почувствовать кайф дачи. Все-таки еще что мне нравится, что все условия. Сейчас там у мамы на даче уже баня почти достроилась. К ней мы тоже обязательно поедем на дачу. Тем более, что отсюда, где мы сейчас находимся со Славой, до маминой дачи ехать где-то, ну, может, час. В принципе, это не так уж и много. Вот. Поэтому обязательно тоже к ним приедем. Я вам тоже покажу, как что. В общем, лето у нас обещает быть таким. Будем кататься с одной дачи на другую дачу. Иногда в Москву заезжать. Поскольку все уже с понедельника... Ой. С 15-го числа должны вести вот эту пропускную систему. Так что будем по дачам кататься. Я видела, что там вроде как два раза в неделю можно сделать себе пропуск на дачу. То есть с дачи и на дачу. Ну, короче, два раза в неделю можно этот пропуск сделать. Понятное дело, каждый пропуск на одного человека. Ну, че? Че поделать? Летом мы точно, скорее всего, никуда не полетим. И я, в принципе, знаете, я нормальная, я спокойная. У меня так все детство проходило. Я никуда не летала, я на дачу тусовалась, и мне было кайф. Поэтому ничего страшного. Ну, что поделать? Зато потом полетим. Всякое бывает, да? Вот. Сейчас я все поставлю в посудомойку. Все у нас будет чистенькое. И пока у меня будет мыться посуда, я что-то другое поубираю. Видос помонтирую, чтобы время не тратить. Так что все на мази, ребята. Я тут уже разбираюсь потихонечку. Быть налаживается. Мне там тут очень нравится. Конечно, еще самое главное, что тут есть интернет. Потому что без интернета я бы, конечно, мазала. Для меня интернет очень большую роль играет. Сами понимаете, почему. Загружать видосы, работать. В любом случае, все это очень важно для меня. Вот. Ну и просто, конечно, ну че в Москве снимать? Ну, сложно же. Даже не то, что сложно, а просто самой неинтересно. Интересно каждый раз одно и то же показывать. Каждый раз показывать уборку дома. Я понимаю, что кому-то там может нравиться видосы мои из дома. Но все равно это же ты не можешь показывать постоянно. Каждый день одно и то же. Хочется что-то другое. Поэтому на даче, конечно, кайф. Ты че хочешь снимать? Столько вариантов снять разные видосы. Поэтому мне очень хочется здесь пожить. Ну, не только ради видосов, а просто потому, что мне очень здесь нравится. Посуда-мойка, конечно, это, блин, тема. Ничего не скажется. Сегодня в магазине мы купили говяжью печенку. И завтра я планирую ее сделать. Приготовить. Вот. Единственное, что мне здесь очень тяжело уснуть. Потому что я думаю, что это уже не из-за непривычки. А потому что мне не нравится здесь подушка. Она достаточно твердая. Я не могу просто уже вторую ночь уснуть из-за того, что мне неудобно шеи. Мне кажется, что пока я сплю. Еще пока я лежу, мне кажется, у меня шея ломается. Настолько твердая подушка. Не знаю. В общем, на самом деле у нас же здесь есть этот, типа чулан. Что-то такое. И я думаю, что надо там посмотреть. Потому что у нас на даче куча разных подушек. Всяких приколюк. Надо посмотреть. Я уверена, что там найдется что-то подходящее для меня. Для моего сердечка. Так, ну ладно. Это я вручную помою. В общем, все, что могла засунула туда. Все остальное вручную помою. Посудомойка рулит, ребята. Сидели долго, болтали, кушали. Блин, это так классно. Причем самое, знаете, необычное, Что вот мой друг детства, Паша. Я уже рассказывала в прошлом видео. Мы с ним вместе росли, когда маленькие были. Самое интересное, что наши дедушки, там бабушки сидели так же за этим столом. Кушали, там, не знаю, вино пили, еще что-то. А сейчас мы уже так сидим. У Паши уже есть ребенок, жена. Ну, типа, время так летит быстро. Это так странно и так круто одновременно. Не знаю. В общем, такая атмосфера интересная. Так что вот, такие вот новости. Сегодня я не очень много снимала, Но завтра буду много снимать. И я все еще здесь нормально не пофоткалась. Вот только сегодня у папы сделал фоточку с собачкой. Кто не видел, зайдите в инстаграм мой. Посмотрите фоточку. Мне очень нравится. Опа! Поехали! Так что вот такая житуха, братухи. Настроение хорошее. Завтра печеночку пожарить, гречку свою любимую. Так, смотрите, тут у нас хлебушек жит. А еще сегодня бабушка дала хлебушек. Она сама делала. Пекла. Так, это сюда. Тут у нас хлебушки разные. Виды хлебушка обычный. Бабушкин. И лаваш. Так вот, убираем. Закрываем. Так что сейчас вот чуть-чуть помою здесь. Тут особо мыть-то и нечего. Шашлык вот не знаю. А, ну, я уже решила, что если не дело, собачкам отдам. Вот, а так все. В принципе, что, убирать-то больше-то и нечего. Все. Все остальное чисто. А тут у нас что? Тут у нас сидит Вивена. Виву сегодня все замучили. Да? И гости замучили. И другие гости замучили. Завтра как раз прогуляемся до мусорки. Выкинем все. Купила вот такое же зеркало. У нас в Москве тоже есть такое маленькое. Буду его ставить, чтобы удобнее было краситься. Оставлю его здесь на даче. Это перчатки. Мы тоже это помыли. Так что вот. Вот так вот мы здесь живем. Вдруг кто не видел. А это комната Дедушкина на первом этаже. Вам такую маленькую экскурсию провожу. Здесь я тоже буду убираться. Вот Дедушкина кровать. Он тут всегда спит. Ему нравится тут. Это его беговая дорожка. Вот. Тут я пылесос сейчас поставила. Пока еще... В общем, он в другом месте стоит. Но пока здесь стоит. Поскольку я еще не доубиралась. В общем, куча дел. Это, кстати, мой папа в детстве. Такая картина. А это мой дедушка. Тоже картина. Вот так вот здесь. Очень уютненько. Так, знаете. Дача. Кайф. Мы же тут еще ремонт делали. Полы поменяли. Потому что другие какие-то полы были. Я даже не помню, честно говоря. Может даже и ковер был настолько. Я тут что-то даже и не помню уже. Здесь у нас вот так вот стоит. Всякая посуда. Это мои братишки сладкие. Это Тима маленький. А это, кстати, мы с Гошей. Не знаю, видно вам или нет. В общем, вот так. Не знаю. Мне так прямо здесь хорошо. Я просто хочу вам все показать, рассказать. А потом продолжить заниматься какими-то делами. В общем, сегодня в магазине купили Липтона. Потому что я его обожаю. Понятное дело, я все это не успею выпить. Скорее всего, поэтому повезу обратно в Москву. Тут у нас огурцы, помидоры. Хотя я даже не знаю, стоит ли это все везти в Москву. Если мы планируем через несколько дней потом вернуться. Чудо купили немножко. Четыре штучки таких вот. Это сыр мой. Вот печенка, которую я завтра буду жарить. Тут у нас колбаски. Сыр. Сосисочки. Мы еще не открывали яйца. Вот. Соки. Какие соки? Молоко. В общем, вот такая вот штучка у нас тут. Кетчуп. Тут Вива тусуется у нас. Да мой хороший. Да моя рыбка. Давайте посмотрим, что наверху. Короче, из-за того, что Вива боится спускаться вот отсюда сюда. Я ее постелила, чтобы было мягко. Чтобы у нее было ощущение, как будто бы это та же лестница. Потому что почему-то ей отсюда страшно. Не знаю, может она боится поскользнуться. Фиг ее знает. Кстати, это из Москвы. Давно еще привезли на дачу. Цветочки тоже из Москвы. Тут у нас Wi-Fi стоит. В общем, все как надо. Тут у нас такая белиберда. Чемодан с нашими вещами. Я их как-то, знаете, не раскладываю. Я сегодня никак до вещей не дойду. Вот это так удивительно. Я уже столько дней здесь на даче. Но до вещей я все никак не могу дойти. То есть у меня тут до сих пор лежат зимние вещи. Которые я никак не разложу, не повешу хотя бы. Вот этот шкаф. Сами его знаете, кто смотрит мои влоги с дачи. Я сюда постоянно приезжаю, как в магазин. Что-то оставляю, что-то забираю. В общем, нужно будет сюда все это убрать. Потому что чего оно здесь лезет. Вот. А я, кстати, в одежде с дачи. А еще в разных носках. Что-то я в чемодане не могла найти одинаковый. Поэтому пофиг. Тут мы спим. Вот. Ну, это все вы знаете, как мы тут живем. Там мои носочки теплые лежат. Мы, кстати, тут телевизор не смотрим. Носки чистые, если что. Фотик. Я его взяла. Но в итоге я на него не снимаю. Напишай. Потому что, ну, на этот удобнее снимать. Виви на игрушке. Когда мы идем спать, мы берем сюда лестницу у Вивиены. Ставим. Сюда и пеленку поднимаем. И водичку ее с кормом, чтобы ей вниз не ходить одной бедненькой собачке. Грустный такой. Так что вот здесь такая атмосфера. Слава там поет. Вот. Ну, блин, такой кайф на самом деле. Тут хотя бы походить можно. Вот она, Вива стоит. Да, мой хороший. Побегать можно. Спортом позаниматься. То же самое, что с Москвой. Вот я уберусь. Через три дня уже заново надо убираться. Поэтому все это просто бесконечный круг. Ладно, ребята, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео было интересным. Очень надеюсь. По крайней мере, в этом видео вы увидели моего папу. Потому что часто задают вопросы про моего папу. Вообще, где он, что он и все такое. Так что задавайте всякие вопросы. Пишите комментарии. Я все это читаю. Если вдруг вы не увидели, что я поставила лайк. Не переживайте, я скоро поставлю лайк. Так как у меня будет свободная минута. Потому что здесь, я не знаю, как так выходит. У меня в Москве столько как будто бы времени свободного. А здесь у меня его просто нету. Хотя, казалось бы, вроде на работу не надо. Но все равно. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На мой инстаграм. Будьте счастливы, здоровы. Не болейте. Надеюсь, что у вас все хорошо. И всем пока.